Дороги частного сектора южного поселка в Чебоксарах сейчас ремонтируют. Так работает программа инициативного бюджетирования. Ремонт заказывали? В Чебоксарах набирают обороты благоустройства территории по заявкам. Это в шутку. А если всерьез, то речь идет о программе инициативного бюджетирования. Суть практики проста. Жители путем голосования решают, что и как они хотят обустроить. Оформляют соглашение на софинансирование работ. Протокол собрания с подписями направляют в администрацию района. Специалисты готовят проект. Именно так и поступили жители поселка Южный. Из 20 поданных заявок отобрано 18. В их числе ремонт дороги по улице Незами. 1120 квадратных метров составляет от улицы Ашмалин до улицы Магнитского. Сметная стоимость 1 миллион 419 тысяч. Жители в рамках софинансирования заплатили 11%. Это 155 тысяч 400 рублей. 89% здесь городской бюджет, 11% бюджет софинансирования от жителей. 5 миллионов 158 тысяч рублей – общая стоимость капремонта частного сектора. Жители с готовностью принимают участие и контролируют ход реализации проекта. По их просьбам обновили асфальт на дороге. Также на четырех улицах положили асфальтовую крошку. На улице Кокеля в Альгешево покрыли асфальтобетоном 700 квадратных метров дороги. Мечты сбываются, если делать самим шаг навстречу, считает Валентина Ильина. Улица-то она очень протяженностью большая. Это самая, можно сказать, центральная улица. Улица носит имя такого величайшего поэта азербайджанского, поэта Низами. И, вы знаете, здесь часто проводятся различные мероприятия. Ну, понятно, что этот кусочек сейчас, да, благоустроенный, красивый. Но ведь мы тоже дальше ходим. Нас там много жителей. Это кусочек такой асфальта, ну, вы знаете, коротенький. Поэтому такое желание. Свои предложения по вопросам реализации программы нужно отправлять в отделы ЖКХ и благоустройства администрации районов и городов. Наталья Мальчикова, Республика. Редактор субтитров А.Семкин